МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрим, как проходят тренировки. Забивать в большие ворота им еще рановато. А вот учиться технике катания, ведению шайбы и даже тому, как проводить смену, очень актуально. А уже через месяц с небольшим Денис Ячменев проведет свои первые полноценные сборы с командой мастеров. Рубином в качестве главного рулевого, а не хоккеиста. Решения завершить карьеру игрока легким никогда не бывает. И тем не менее, гораздо сложнее попадать с корабля на бал. Когда еще вчера ты капитан и центр-форвард ведущего звена, а сегодня тренер. И обязан давать установку тем, кто совсем недавно выходил с тобой на лед в одной пятерке. Честно признаюсь, первые один-два дня плохо спал. Но после того, как руководство одобрило мою кандидатуру, было немножко... Не страшно, наверное, волнительно больше, но это такой короткий эпизод был. Сейчас уже постепенно втягиваюсь в работу. Более подробную версию интервью с новым наставником Рубина смотрите в воскресенье в программе «Тюменская арена». Далее поговорим об украшении водной стихии. Представьте бурлящую горную реку, и вы на лодке пытаетесь ее преодолеть. Справиться с такой задачей непросто, но, возможно, главное – хорошая подготовка. Ее-то и демонстрируют участники первенства Тюменской области по грибному слалому. Да, горных рек у нас нет, но и искусственная трасса таит в себе не меньше опасностей, так что непрофессионалу выходить на нее не стоит. А если уже сел в лодку, то ни в коем случае ее не раскачивать. В чем довольно быстро убедился наш корреспондент Максим Яковлев. Журналист – такая профессия, где ничему нельзя верить на слово. Технически сложный вид спорта – не факт. Сейчас мы все это проверим на деле. Лучше не повторять без тренировок. На самом деле, без подготовки в лодку садиться действительно чревато. Зато если уж этот вид спорта, к слову, олимпийский, увлек, то это, как правило, надолго. Плюсов – тьма, физическая выносливость, тренировки на воде и свежем воздухе. Бонус – умение вытворять вот такие вещи. Зульфия Сабитова оставила трюки в прошлом. В 28 лет в первенстве области она уже не выступает. Но чемпионка России, а также соучастница чемпионатов мира и Европы и призер крупных международных стартов, остается лидером этого вида спорта в регионе. Прогресс молодежи ее радует. Есть перспективные ребята, которых я увидела уже в Акуловке, в Новгородской области, на Кубке России, на первенстве. Я думаю, что если они не закончат заниматься, то у них будут результаты. К слову о результатах. Именно этот турнир поможет определить сборную региона для участия в первенстве страны и всероссийских стартах. И о параспорте. 26-я региональная спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья состоялась. Соревнования традиционно прошли в Тобольске. Правда, в прошлом году их не было из-за пандемийных ограничений. Но, несмотря на это, свою сноровку наши параспортсмены не растеряли. Мне все очень понравилось. Все вообще. Тем более первые медали получать прям до слез. Спортсменка действительно растрогалась до слез, когда получила награду. Оксана Рябещенко в команде Тюменского района новенькая. Не только ради спортивных результатов все эти люди собираются каждый год вместе. Однако соперничество все же никто не отменял. В позапрошлом году, поскольку была пандемия, в прошлом году не было спартакиады. А в позапрошлом году я выступал с весовой категории до 57. А нынче мне за пандемию поправился и стал до 75 категории. Но, тем не менее, я все равно первые места отреевал. Команды зачет Тюменской областной паралимпиады не подводятся. Организаторы считают, что в данном случае личные победы людей гораздо важнее. И о спорте на этом все. Оставайтесь на Тюменском времени. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин